Да, небо сегодня, конечно, изумительной красоты, как воздушное пирожное безе или тирамису, что-то мне напоминает. Еще показать, когда у нас осень, какая красота везде, теплая осень, не холодно. Многие ходят, гуляют, даже выезжают за город и поднимаются на горки. Я приближаюсь к одной из дач. Я всегда прохожу и любуюсь, как здесь все хорошо обустроено. Дача покрыта черным лаком из бревенчатой деревянной ворота. Но я зайду в эти ворота. Я ничего не буду нарушать. Но я хочу просто заснять поближе. Здесь для птиц сделаны кормушечки. Сделаны все условия, чтобы они питались. Вот обычная такая короб, высокий. Сверху закрыт крышкой, туда добавляются различные семечки, семена, крупа. И вот тут наполняется. И вот тут они кушают. Вот смотрите, сколько очисток здесь на земле. Ну, пенечки они все срубили. Так вот облагородили все. Здесь очень популярно в Норвегии вот такие старые колеса находить. И все притаскивают в свои дома. Красят вот красным цветом, более-менее вот так облагораживают и украшают. Значит, иногда может на доме висеть. Здесь вот такие лампочки, они ночью светятся. Водичка для птичек. Здесь вот кормушку такую построили оригинальную. Смотрите, сколько семечек. Это вот им не жалко столько денег покупать им корму. Тут уже более серьезная такая сделана с крыши, чтобы им дождь не мешал, когда они трапезничают. Внизу река шумит. Здесь опять же кормушка такая вот для птиц. А здесь подвесили специальные, такие продаются в магазине, шарики жировые. Это специальная для птиц, кормят их жиром. Так положено. Посмотрите, сколько всего для птиц. Ну и сама дача. Шикарная дача. Причем она находится недалеко от города. Я думаю, что они сюда приезжают часто. Вот такая скамеечка. Пройду немножко. Их нету, я засниму. Вот такая оригинальная, из бревен, скамейка. Ну сейчас уже темно, и они вот ставят фонарики, такие от солнца, которые заряжаются. Здесь вот старая тележка, в которой были посажены цветы. Здесь вот скамеечка. Идем дальше. А здесь у них оазис из пальмы. Все покрашено. Благоустроено здесь. Поставили печь на улице. Ну, она, наверное, подогреваются вечером просто. А может быть, и она открывается, и там что-то запекают. Тут вот птички. Ну и здесь такая вот усадьба. Дрова заготовили. Там небольшая сауна вот эта вот с трубой. И терраса. Это я не знаю, что под чехлом. Какая-то бочка с водой, наверное, или что-то. Или гриль, скорее всего. Ну, вот и здесь можно посидеть. Такая дача, наверное, стоит до миллиона. Я так думаю. Не знаю, какая она внутри. Ну, видно, что ухоженная, новая, не гнилая. Такие тут высокие ели растут. Главное, что сауна есть. И рядом лес. Спасибо за внимание. С вами была Лора из Норвегии. Хорошей вам теплой осени. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok